Ну, здравствуй, милый Саша. Добрый день. Не виделись мы с 89-го года, то есть 25 лет. И это было в Москве. И это было в Москве, и это было на Доводевичем кладбище. Да. Когда с тобой, Аликом Желковским и Борисом Гройсом, мы гуляли по кладбищу, излюбленному Палисандром. Да, да, да. То есть мы ходили по местам Палисандра. Спасибо, Саша, or thank you, Mr. Дайлберг, or Mr. Соколов, for meeting with my graduate students and this course on contemporary Russian literature or literature of the second half of the 20th century. You have become the centerpiece, and we have read Школа для дураков. The class loved it. And for today, Палисандра, which will be the focus of our questions. And I think this is perhaps your first meeting with people, with students studying your writing. If so, let it be the first time for you, right? And let's start by introducing to you those students who are going to ask questions of you. As you know, I am Olga Matich. To my right... Catherine Doiley, a first-year student. Christina Schwartz, a third-year student. Dominic Lawson, a first-year student. And Kit Pribble, a first-year student. And let me ask the first question about your three novels, which you may want to use as a way of introducing yourself or introducing your literary biography. And the question is, how did you move from Школа для дураков to Между Собака и Волком, and then from there to Палисандрия, all written approximately during 10 years, and all very different, especially Палисандрия. I wanted to say that we're going to proceed bilingually. namely, the students are going to ask you questions in English. We want to hear your Russian. I think that more than 10 years I spent on these three novels, because I started writing in school not in any kind of 1971 or 1972. I started writing in the beginning of the 60s, so I constantly started writing to, собственно, to write a book. I collected it by частям. And in the end, when I worked in the big literature magazine in Moscow, after all my regional magazines, Я решил, что я никогда ничего не пишу, если я буду продолжать просто ходить на работу и писать для газеты. Поэтому я решил уехать на Волгу, на Верхнюю Волгу и найти работу в качестве егеля. Но нашел такую работу, и было много свободного времени, поэтому я смог написать первый роман. На это ушло именно два года такого плотного сидения на Волге. Конечно, надо было делать работу какую-то, охотиться, показывать людям охоту, ходить с ними в качестве проводника, со всякими приезжими охотниками и бороться с браконьерами. Но он написал эту книгу и отправил ее через знакомых людей по дипломатическому каналу в издательство «Ардис» в Мичиган. И эта книга написана языком того времени, конечно, то есть 60-е, 70-е годы. Эта книга написана языком молодого человека или мальчика из хорошей семьи, из семьи образованных людей. Он сам тоже отчитанный, и это его проблема, его учителя укоряют, что он слишком много читает. И он использует, естественно, язык и улицы, и своей кухни дома, и литературный язык. Вот это такая смесь языков. Когда вышла книга в Ардисе, она вышла, по-моему, в 76-м году, стали писать и говорить в эмигрантской прессе и в словистике. Стали говорить, что вообще-то я подражаю Набукову, и у меня слишком много бабочек в этой книге, и вообще склонность к этимологии, очевидно. Ну, это было странно, потому что я книгу закончил в 73-м году, весной 73-го года, живя на Волге. О том, что есть Набуков такой человек, я слышал, смысл, но я никогда не читал ни одной книги, и он у нас был запрещен в Советском Союзе. Говорили, что есть какая-то лолита, какая-то там порнография, такая монографическая книга, кино, но я этого ничего толком... Я просто слышал. А потом, когда я приехал уже в Ардис, меня по приглашению Карла Профера, я приехал в Сталонию жить, и у них была огромная библиотека, и вот, наконец, там, а это был, значит, 76-й, 77-й год, вот там, наконец, я прочитал несколько книг Набукова, и я удивился, что действительно похоже. Но, по-моему, это нормально, потому что какая-то традиция хорошего русского языка все-таки в каких-то кругах интеллигентных сохранялась. сохранялась. Вот я стал наследником этой традиции. Традиция, видимо, называется «писать хорошо» по-русски. Вот и все, чем похоже. А собаку я решил категорически написать по-другому, чтобы уже не походить на Набукова. Ну, я еще использовал материал жизненный, который я получил на Волге. Книга о людях, так сказать, деревни, о рыбаках, о охотниках, о егерях. Ну, она написана тремя разными голосами. Эта книга, одна часть этой книги, это ведется повествование от имени инвалида, бродяги, точильщика. Он точильщик, он точит ножи, ножницы, коньки. Это одна из его работ. Другая, ну, он делает все, что обычно люди делают в деревне. Третий. А второй голос – это голос человека. Его, как выясняется позднее в книге, его сына, Якова, который живет тут же, рядом, где-то в этом районе. И он уехал из Москвы, и этот сын в свое время, или из города, из Большого, живет там. И вот он занимается охотой. И его записки, имеются его записки, это стихи, написаны стихами. Эта часть, называется, эти записки – это записки запойного охотника. Он такой пьяница. Ну, и в то же время есть авторский голос, который рассказывает о прошлой жизни вот этого сына. Вот из этого состоит второй роман таким образом. Книга-то написана, вот эта часть основная, языком простых людей, каким говорят где-то вот в Средней России, даже и на Севере. Но Точильщик сам, поскольку он очень много бродил по стране, он употребляет много разной лексики, всякого рода, очень разнообразный язык, но в основном это язык простых деревенских людей. И в том, что роман очень трудно читать. Это самый сложный роман, из творческих романов. Потому что много сленга, я думаю, такого сленга, который, ну, не все знают. Это не сленг, даже это такие, да, наверное, какой-то сленг вот того времени. Ну, и есть специальные термины, охотничьи, с которыми я так, в общем, заигрываю. Всякие, а потом это же разговорный язык, вот буквально волжан, людей, которые живут в этой области. Если я хорошо знаю этот язык, почему-то мне вообще легко очень запоминать всякие эти диалекты. Саша, если можно прервать, то в каком-то отношении этот самый сложный роман в повествовательном отношении. Там очень сложное повествование. Палисандр, я думаю, вот надо представить себе, ситуацию молодого русского писателя, который попадает на Запад сначала в Австрию, а потом в Штаты и в Канаду. И он, этот молодой человек, видит, что его мечты об какой-то идеальной литературе, о какой-то красивой пророзе, об обуманной, они разбиваются о такую реальность. Он видит, что успех на рынке, на Западном связан не с качеством письма, а с темой в основном. А тема... Я понимаю, что это детективный роман, это псевдоисторический роман, но, скажем, это роман, связанный с какими-то политическими проблемами. Такие вот романы пользовались успехом. Это воспоминания Светланы Аллилуевой, это, скажем, книги Солженицына, конечно, это такие антисоветские книги, почему они, собственно, и пользовались таким успехом. Этот человек, конечно, много сделал в этом направлении. Ну, и это, конечно, любовные, всякого рода любовные романы. Ты думаешь, любовные или эротические? Эротические. Но я знал, что образцом считается лолика, конечно, она считалась, так сказать, вот красивая вещь, которая хорошо очень сделана, работа с языком прекрасная и в то же время захватывающая многих людей. Но я вот на все эти темы серьезно, я, конечно, не был способен писать. Я только тогда, именно в тот момент, я понял, что это нужно иметь особенный какой-то талант, наклонность такую, именно писать вот серьезно, тратить вообще, так сказать, годы, может быть, сидеть и писать серьезно, например, детективный роман. Это просто кошмар. Никого смысла вообще нет писать, если ты обречен, так сказать, на профессиональное занятие вот этим делом. Тогда мне, в общем, в конце концов, стало ясно, что если я буду, что если я хочу получить какой-то успех, известность, я должен написать пародию, потому что такую пародию, которую можно было бы экранизировать, как я думал, очень интересно было бы экранизировать. Значит, независимость могла обеспечить только, скажем, Нобелевская премия, об этом я не мог, конечно, мечтать, мне это не очень интересно вообще, а вот кино было интересно. Поэтому я решил, что это будет пародия, чтобы мне самому было интересно писать, чтобы весело как-то было писать, ну что ж, чтобы не скучно. И вот решил, что тема будет такая, это будет кто-то из Кремля, конечно, потому что криминология была очень популярна, так сказать, разные воспоминания всяких беглых перебежчиков, перебежчики, бывшие советские шпионы, специалисты по политическому, по политическим делам в Советском Союзе, вот они все эти писали книги. И значит, это должна быть внутренняя кремлевская книга. Человек, как, скажем, та же Светлана Алюбова, вот какой-то такой родственник должен быть чей-нибудь. Родственник, молодой человек, ну и получился родственник, племянник Берии, Лаврентия Берии, большого человека, по сути дела, второго человека в свое время в руководстве в Советском. И в то же время он дальний родственник Распутина, естественно, тема Распутина, она уже была раскручена в то время. И вот его любовные похождения, такой будущий Будда, такой, только он живет не принц, он, по сути, он как бы принц, но он живет в Кремле, он не знает реальной жизни, он говорит каким-то архаическим языком, он живет в своих, витает в мечтах, такой нереалистический человек, он живет где-то между Хребем и Новодевичьим монастырем, и он пользуется успехом у женщин, пожилых. Здравствуйте, и доминич. И мой вопрос если, если, на одной из Пелисандрия seems to be пародия 20th-century Russian dissident и эмегре writing, на другой, your novel is also clearly quite strongly tied to the highly intertextual tradition of the intelligentsia that produced those same dissident discourses. In other words, one would need either the education of an intelligent or a degree in Russian literature to pick up on and understand all of the references to literature and history that are periodically used by you in Пелисандрия. So, how do you situate yourself with respect to the tradition of the intelligentsia and the intelligentsia? Do you consider yourself in line with them, against them, or outside of the tradition altogether? Интеллигенция существует такая интеллигенция, какая была и еще есть в России она в единственном числе в мире. Больше таких людей нет. ничего сложного для среднего читающего человека, ничего сложного в этой книге нет с точки зрения фактического материала. А у меня в России читателей всегда будет больше, чем здесь. В любом случае, даже если я буду писать очень просто. Потому что в России очень много читает. Здравствуйте. Здравствуйте. My name is Kitt. Здравствуйте. And my question has to do with the highly carnivalized images of reality that are presented in both школа of regeneration, transformation and akronia, which are emblemатized in the grotesque, hermaphroditic and eternally reincarnated figure of Palisandr, seem to be set in structural opposition to the forces of death, finitude and linear causality within Palisandria. My question is which do you think emerges triumphant at the end of the novel? Я думаю что все таки линия карнавализации линия вот этого хаоса она это линия жизни и она в конечном счете оказывается я думаю сильнее чем линия смерти исчезновения всего потому что особенно потому что все-таки действия происходят в России эта книга каким-то образом отражает российскую действительность пусть пародийно но это российская действительность Россия страна общество которое всю историю выживает но при этом остается обществом как ни странно довольно веселым в России никогда не скучно расти эксцентриков и очень много смешных вещей люди друг другу сообщают хотя бы просто с помощью анекдотов анекдоты мы думали в советское время что это такие это продукт так сказать антисоветской деятельности что люди не любят ситуацию поэтому они рассказывают анекдоты политические антисоветские издевательские над реальностью их было миллионы и мы думали ну вот сейчас наверное перестройка будет другая страна другая система и больше анекдотов не будет и неправда все так и чего не изменилось так что для писателя Россия и это не мое это не мое открытие это не моя идея но мы все согласны мы все кто мы кто мы когда-либо жили в России и живем мы очень довольны и счастливы тем что вот есть такая земля куда можно приехать и и сразу найти очень много предметов людей ситуации о которых можно писать сразу просто можно сесть на углу на улице и смотреть как люди мимо идут о чем они говорят просто слушать что они говорят они говорят о еде например как здесь все время это сумасшедшие вообще это сумасшедшие сумасшедшие общая сумасшедшие полисандрия after all is at the same time dominated by the you know by death by necrophilia полисандр's love life is almost necrophilic right he he has relations with women who are on the verge of death so I am curious how you explain this aspect of полисандрия in relation to what you said in response to kit полисандр у него же ну что ему делать он по сюжету таков он родился таким он же не специально у него нет выбора он он просто так сказать такая наклонность да чтобы если бы он интересовался молодыми какими-то там монашинками там например монашками ну ну очередной какой-то такой такой роман молодых страстей ничего интересного не о чем было бы говорить это часть пародии это же очень важная часть пародии что именно это вот тяга к таким женщинам тут нет для меня это естественно то есть я его с самого начала увидел таким именно человек из кремлевских кругов родился вырос там и мне приходилось поскольку я знал очень хорошо вот эту среду я знал там как-то ходил большой дом этот знаменитый я знал очень таких ребят из таких из кремлевских семей и там были очень странные очень отклонения в этих семьях кстати привычка например палисандр купаться в одежде например это все это все я видел такие вот эксцессы это нормально то есть я привык к этому для меня было естественно что если да если уж ты начинаешь такого делать герой так делай показывай все возможности огромная возможность для такого человека которому все с детства позволено спасибо спасибо Продолжение следует... Ну, потому что, во-первых, как же это породия, значит, это должно быть смешно. Смеяться можно над всем. Когда ты уже решил, что общий знаменатель этой вещи будет веселье, карнавал, значит, и смерть можно представить в смешном виде. А эта ситуация с собакой, мне показалось, это именно в стиле кремлевских детей. Они могли такую вещь сделать действительно реально. И, по-моему, это в ряду вот этих теорий, по-моему, неплохо смотрится, это моя или палисандровая теория о смерти Сталина. А я слышал буквально вчера по телевизору, что появилось еще много теорий о смерти Сталина, включая, что это его Хрущев убил. А как еще можно было представить? То есть, палисандр, ему грустно, когда умирали Сталины. Там же они, все дети погрустнели. Они такие, их... Они, может быть, не плакали, но как-то им стало жить очень нехорошо. История. Кристина. У меня вопрос. Палищандр seems deeply concerned with both the act of writing and the narration of history that defies linear evolution or a chronological unfolding of events. For example, it seems to esшу explicitly Soviet language and tends to draw from early elementary styles. Вот был такой Лев Рошанин, очень популярный поэт-песенник. Он писал песни, писал стихи, и о нем был такой анекдот, что он возвращается из Дома творчества, и его встречает какой-то другой писатель, и говорит, ну как ты съездил в Дом творчества? Ох, говорит Ашанин, замечательно, я написал за месяц целую книгу стихов. О чем стихи? Ну как о чем? О любви, конечно, о любви. Ну как, ты думаешь, хорошие вообще так, в принципе, стихи? И Ашанин отвечает, я закрыл тему. А я по Александрам открыл тему. Я открыл тему, потому что никто в таком именно юмористическом стиле, в карнавальном стиле о людях кремля никогда не писал. И после Палисандрии уже вскоре, через год-два-три, уже начались публикации. Появилась группа целая молодых в то время, конец 80-х, начало 90-х годов. Это были студенты Литвинситута, группа, человек 7-8 поэтов, которые назвали себя куртуазными манеристами. И вот они всю мою лексику из Палисандрии использовали в своих стихах. Их можно найти в Ютьюбе, у них много концертов. Очень хорошие, талантливые люди. Один из них, конечно, это Дмитрий Быков, который сейчас очень популярный прозаик и поэт. Ну и еще несколько человек. Кунтазные манеристы. Они организовали орден. Они называли себя мастерами. Они давали друг другу разные звания в рамках этого ордена. Потом в Палисандре появляется термин, я такой даю термин, «кремлевские жены». А вот есть такая писательница Мария Арбатова. Она написала в конце 90-х годов именно книгу под этим названием. Она написала книгу о реальных женщинах Кремля. Называется «Кремлевская женщина». Это был бестселлер. Она, может быть, была написана проще, чем Палисандрия? Ну, конечно, ну, конечно, проще. Солокин был одним из тех, кто обрадовался и стал писать о Кремле. Кстати, не только «День опричника» – это одна только из его книг. Другая книга продолжения этой книги «Сахарный Кремль» называется эта книга. «Сахарный Кремль» Часовщики – это орден внутри, кремлевский орден. Ну, это не связанность телеологии, этот орден, это не то. Это просто ещё одна частная пародия пародийной книги, частная пародия на многочисленные теории конспирации, конспирологии. Вот о чём этот орден. Это орден Часовщиков – это пародия на масонов, скажем. Это пародия на разные, скажем, на мировое правительство, о котором сейчас так много говорят. В Кремле, конечно, есть какая-то сверхтайная, очень тайная организация, которая гораздо сильнее, чем, скажем, коммунистическая партия Советского Союза. Она гораздо сильнее, и она готовит такой кудэйта на уровне переворот, на мировом уровне. И вот Билли, естественно, был командором этого ордена, потому что он был, может быть, важнее, чем Сталин, потому что он был советником Сталина, и Сталин его боялся. Так что, ну вот, нет-нет, это ничего божественного тут не надо искать. Но разве часы не связаны с такой основной темой романа, то есть время и история? Конечно, связаны. Но, как говорит кто-то из моих героев, а, а, это в тритихе, он говорит, что не возьми, то и связано. Вот, все связано, можно связать все. Could you say more about the meaning of time in Polisandre? Would you agree that Polisandre's experience of time may be equated with his falling out of history, and the novel as a whole, so to speak, falls out of history? Translating déjà vu, while at the Château de Saint-Loup, into уже было, which emphasizes time, he proceeds to say, и однажды наступит час, когда все многократно воспроизведенные déjà vu со всеми их вариациями сольются за глубиной перспективы в единое уже было. На русском языке, так сказать, он решает перевести это в déjà vu, значит, пусть это будет уже было. По звуку похоже, уже было. И, кстати, есть еще вот этот термин, да, можно его, когда он говорит, безвременно наступило, что это связано не только, конечно, с пасские часы, это, конечно, символы этого безвремя, потому что они действительно фактически остановились в момент повешения Берии. И в каком-то смысле для ордена часовщиков, где Берия был руководителем, для них наступило, для этого ордена безвременно, и не только для них. Вообще мы же в политическом смысле это часто употребляли всегда, что мы считали, что Брежневское время – это безвременно, на самом деле, это стагнация. Вот что такое безвременно в социальном и в политическом смысле. Я думаю, что это, так сказать, ощущение такое, что вот безвременно – это не то, что действительно времени нет. а вот другой, есть ещё, ещё один термин там какой-то… «Вечное сейчас». «Вечное сейчас», да. Вот «Вечное сейчас» – это более интересная вещь. Видимо, он хочет достичь того момента, когда останавливается, то есть ты перестаешь, так сказать, ну, скажем, стареет, ты перестаешь жить. Это фаустовский момент. И он говорит «остановись мгновение». Вот это вот «Вечное сейчас», вот это, за который фауст за это мгновение и, так сказать, пробовал душу. В романе время движется то вперёд, то назад. Как это, вот, как это относится к богоствовательному времени и его, и твоему пониманию его? Палисандр не привязан никакому времени, он вечен, он принадлежит вечности, он жил во всех эпохах, в разных, так сказать, ипостасях жил. Он, как сказали бы сейчас, как есть такой молодёжный термин, но из сленга, молодёжный сленг, он отвязный человек. То есть он совершенно не причастен к конкретной действительности. Он блуждающая звезда. И не надо его принимать серьёзно. Там нет никакой философии. Это, как сказал Маяковский, глубокая философия на мелких местах. Правой учащейся. Алев göмбальные именины. Разэш, газовая имена, финансовая рег Ваминии party это не был烈. Связ Bareко в США boss жук увелич cŅ и не так так Агентам shape. Я думаю, что эти мечты продолжались, и в том числе, в 30-е годы и даже во время войны, когда формировались отряды какие-то, которые были готовы сотрудничать с немецкими войсками, к тому, скажем, времени, когда я появился на Западе в 75-е годы, 76-е, 77-е годы, это уже вся эта большая группа к тому времени людей, это был анахронизм. А это люди, которые, безусловно, сохранили культуру русскую, прекрасную речь, память о прошлой России, о прошлом России. С ними было всегда интересно поговорить, но они выглядели чудаками, конечно. И они вели себя именно так, примерно, особенно в каких-то вариантах своих эксцентрических, что ли, в лицах эксцентрических эмигрантов, они вели себя вот как палисантов. То есть мне многого даже и не нужно было выдумывать, потому что я списал с некоторых из них, конечно, это собирательный образ. Палисантов, в частности, списан со старой эмигранцией. Здравствуйте, я опять. Еще раз, да. Еще раз, да. Даков, with its various associations to bric-a-brac, and to Lilia and Asyplik's ongoing ménage-a-trois with Mayakovsky, and to the Russian word brak, meaning both marriage and flaw. And so I was wondering if you would comment on the role of puns in your style, and whether this kind of play on the multiple significations of words has any relationship to other figures of multiplicity or doubling in the novel, such as Palisandro's homaphroditism. — Шутки. Игра слов — это совершенно естественно. Я думаю, что, с моей точки зрения, 99% вообще классической литературы — это очень скучная литература, потому что у людей, даже вот у такого гиганта, как Лев Толстой, вот таких больших людей, просто не было чувства юмора. Просто было, но небольшое. Вот у Достоевского было гораздо больше чувства юмора. А уж Гоголь — это вообще беспрецедентный случай такой в русской литературе, но он ну и носил такой общедринь, да. Но Чехов же очень скучный писатель. Вот хотя в юности он писал для его юристических журналов. А вот эти все эти степи, например, возьмите повесть «Степи», прочтите. Это очень хорошо написано, но там не смешно. А я хотел бы наконец-то написать смешную книгу. Естественно, я пользовался всеми возможными шутками, которые я знал, анекдоты. Там же очень много материала, в «Палисандре» это материал из, прежде всего, российского фольклора. Это анекдоты, это шутки. И, кроме того, ну просто всегда, когда идёт само, ведь, как говорится, не ты пишешь книгу, а она, в общем-то, текст. Текст работает сам по себе. Так получается, что важнее всего начать, конечно, и у меня не было с этим проблем. Мне, в общем, никогда. Просто потому, что, когда я пишу, я пишу не потому, что я стараюсь писать смешно, а потому что текст идёт просто смешной сам. Он пишется так. И поэтому научные всякие изыскания со стороны, то есть с писательской стороны глядя, они кажутся странные, потому что, когда ты пишешь какую-нибудь фразу, ты же не анализируешь эту фразу, ты не понимаешь, из чего она составлена. Потом уже, задним числом, можно прочесть эту фразу и проанализировать и понять, из чего она составлена, какие источники, о чём вообще эта фраза. А когда ты пишешь, она не... она просто сама идёт. So, would you say that there is a connection between the pun and the two meanings in one word and the two sexes in one body? Нет, я думаю, что это не связано с его двойственностью. Одно дело, там, какие-то... Это двойное значение, может быть, каких-то выражений, слов. А другое дело, его личная физиология. Я думаю, что это не связано, и ещё нет. Thank you. So, my second question sort of builds off of Dominic's question about puns in the novel. In Palisandria, words are often included for their sound quality or for their external appearance on the page. As, for instance, when Maderati asks Palisandr, Вы когда-нибудь обращали внимание на собственное отражение в зеркале? And then he follows that question with the same question, but pronounced backwards, so that it sounds like, The second question, despite its lexical nonsensicality, is an almost perfect mirror image of the first question. And my question is, in setting up this sort of linguistic play in the novel, was it your goal to strip language of its referentiality? And also, could you comment on the meaning of the mirror in the novel? Зеркало. О зеркале можно написать, наверное, целую энциклопедию. Зеркало в русской мифологии очень важную роль играет. Зеркало, по убеждению многих христиан, связано с дьяволом. То есть в зеркале можно увидеть дьявола или кого угодно, вообще любого мёртвого или живого человека, если долго смотреть. И поэтому, когда человек умирает, в доме все зеркала завешивают, чтобы не пришёл злой дух в дом, не вошёл через зеркало и не взял душу умершего с собой. Палисандр, насколько я помню, он боится. Он боится смотреть в зеркало. Ну, он вообще многого чего боится, но зеркало вообще неприятная, конечно, вещь. Did I answer or not completely? I think so. Well, I think that the first part of your question... The first part of my question had to do with the way that language is portrayed in your novel. And whether you intended to sort of strip it of its usual referential function and turn it into an almost... It seems like an almost physical thing in the novel. You mean that the language is almost physical? Yeah. Language is very physical. It's... It's an instrument of your body. It's music of your body. The main role of the mankind is just talking. Просто говорить. Потому что ничего другого, смысла никакого другого нет. Есть смысл вот в этом, как я. Но я как писатель, как человек, который постоянно... Я живу языком. Это мое все. Я думаю, что человечество, если есть какой-то смысл существования человечества, это речь. Вначале было слово, и оно продолжает быть таковым. То есть, главным делом человек. Играет. My last question. Do you think, as a writer, that writers are able to overcome their own mortality through the creation of literary works? Or is art, like everything else, ultimately subject to the annihilating forces of time? And I ask this question because it's one that seems to occasionally preoccupy Palisander in the novel. At the beginning, he claims that a library attendant, if you ask, как сложились дальнейшие судьбы усопших, не на ветер ли побросали они писар слов? The library attendant will reply, на ветер, и те, и другие благополучны забудьцы. Вот уже сотни лет, как в хранилище почти никто не загладывает. Увывам, кропатилям, и находят истории блед и необратим. And in this scene, the image of library shelves is conflated with the image of a graveyard. The hundreds of books on the shelves seem like so many forgotten gravestones in a cemetery. This being the case, do you think that art is subject to mortality? Or is it a way to overcome it? Многие писатели начинают писать именно как раз, конечно, для того, чтобы обрести имя в веках. Александр Герцен, ему было 24 года, он пишет в книге «Былое думы», он вспоминает, когда вот они с Огарёвым сидели, где-то пили вино, наверное, на тех же Воробьёвых горах в Москве. они пьют, пинеют, они сидят всю ночь, говорят о славе Огарёв. Вот кто вдруг ударяет кулаком по столу и говорит, «Чёрт возьми, 24 года, а ничего ещё не сделано для бессмертия». И этим, собственно, это был их мотор, вот это вот стремление этого круга людей, Герцен, Огарёв и других, стремление прославиться. Конечно, когда ты заходишь в библиотеку, особенно сейчас, когда уже совсем никто не ходит в библиотеку, это началось давно, это началось уже 30 лет и 40 лет назад, всё меньше и меньше. Я видел, как всё меньше людей в разных странах посещают библиотеку. Ты понимаешь, что не сотни, это миллионы томов, которые просто напоминают действительно мои могильные плиты. и когда ты понимаешь, что нет, читателя не будет, все будут забыты, тогда писать как-то даже становится неинтересно, тогда зачем же, так сказать, это трудная вещь вообще писать-то. Но есть, как я сказал несколько минут назад, я сказал, что всё-таки задача души нашей, наших душ, есть какая-то сверхзадача. И я думаю, что писатель, когда он думает, пишет, или просто не писатель, человек, который говорит, он таким образом выполняет какую-то миссию, он связан с вечностью вот этой энергией, энергии слова. Как говорил Пушкин, «Нет, весь я не умру, нет, весь я не умру, а я, часть меня с помощью моей лиры останется в виде слова, в виде энергии слова. Он это говорит где-то. То есть не где-то, а в стихотворении память». Спасибо. So, thank you so much. Your comments, I'm sure, helped us understand you and your novel better. Or, to use a metaphor, which I think Нисандер would have appreciated, one that aligns language with sewing. you have embroidered quite exquisitely on our questions. Thank you. Спасибо. Спасибо. more. ,